здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в 13 уроке видеокурса у уникальные виджеты adobe meuse в этом уроке очередной виджет меню и смотрим обычная иконочка из трех полосочек если мы кликаем опускается занавес а потом опускаются пункты меню вот в таком дизайне причем если мы за ползунок крутим сайт вниз эти пункты меню они как бы залипают на весь экран здесь еще имеется при наведении например на пункт меню всплывает вот здесь видно полосочка также можно задать под заголовок пункту меню то есть как заголовок так и по заголовок меняется шрифты там и там цвет меняется единственное что мне здесь непонятно это вот эти полосочки меню они должны смениться на крестик как обычно происходит да то есть закрыть меню то есть она же является и закрытием меню конечно же вы ее расположить там где вам удобно я сейчас демонстрации просто поместил посередине данную иконочку в принципе симпатично интересно меню на мобильной версии через браузер смотрится тоже хорошо давайте переходим в adobe meuse и посмотрим настройки данного виджета итак смотрим что за виджет такой раскрываем настроечки раскрываем первый пункт и здесь у нас сами идет 7 элементов то есть на 7 пунктов меню мы можем создать с помощью данного меню здесь обрезается в экран часть не влазит в принципе там у нас уже все понятно здесь также аналогичный процесс но все-таки я покажу несколько как здесь все правится несколько пунктов меню вы смотрите бэкграунд обратите внимание что за цвет да чтобы вы лучше понимали за что это отвечает я сейчас сразу делаю предпросмотр вы смотрите вот эти опускающиеся сверху шторки они имеют цвет и вот смотрите home написано по-английски главное да и я подзаголовок main page и смотрим смотрите то есть у нас идет вот верхняя вот эта часть она относится вся вот к одной этой шторке давайте чтобы вы лучше понимали я только есть меню цвет на уже до более знакомый вам темно-зеленый вместо home напишу например главное смотрите дальше description это у нас идет под заголовок напишу просто дэма чтобы вы видели и link это вы можете прописать внутренний например адрес на другую страницу или внешний url для этого пункта меню вы смотрите все остальные ниже это все аналогично настраивается то есть следующая вот эта вот часть это следующая шторка настраивается давайте посмотрим в браузере я настроил одну шторку смотрим сейчас в левую часть вот она вы видите темно-зеленая я и дал цвет вот слова главное и вот я навожу на главное вы видите там у нас идет под заголовок ниже дэма и аналогичным образом вы потом сможете настроить вот так каждую эту шторку то есть думаю здесь вот смысл понятен в этой вкладке настроек. Дальше настраивать я не буду. Смысла не вижу. Давайте рассмотрим другие настройки. Text Settings. Вторая вкладочка. Здесь мы можем выбрать шрифт для нашего пункта меню. Для всех пунктов меню. Я выберу вот такой. Меню Item Size. Это размер для наших главных вот этих пунктов меню. Я сделаю побольше. Сделаю 20. И Color. Общий цвет для основных заголовков. Для всех заголовков можете выбрать какой-то другой. Я возьму вот такой. Дальше смотрите. Идут настройки для подзаголовка, которая всплывает. Первое. Мы можем задать размер. Он там меньше. Можете как-то увеличить. Я в принципе оставлю без изменений. Дальше. Цвет для подзаголовка. Какой выбрать? Я возьму красный, чтобы вы наглядно понимали, где это находится. Line Color. Это у нас там такая еще линия всплывает. Когда мы наводим мышку на этот пункт. Также я возьму. Давайте яркий зеленый, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Смотрим в браузере. Кликаю на меню. Вот смотрите. Вы видите, главные пункты все меню. Они светло-желтые, как я только что выставил. Вот я навожу. Вот видите, всплывает рядышком такая зеленая линия. Вот у всех теперь зеленая линия. И красный вы видите подзаголовок. Все достаточно просто. С этими настройками мы разобрались. И остается последняя вкладка настроек. Заходим сюда. Меню Background. То есть смотрите, когда у нас выезжают вот эти вот шторки меню, у нас сначала опускается такой занавес. Обратите внимание. Вот видите, такая серая область, заливающая весь экран. Вот как раз таки вот этот Background это он и есть. Также я сделаю например, оранжевым, чтобы вы видели, где это. Дальше идет цвет вот для этой маленькой иконочки, которая состоит из трех полосок. Она у нас белая. Давайте я сделаю красную, чтобы вы видели. И ниже цвет это после того, как мы нажали на эту кнопку и у нас появились шторки. Мы можем сменить цвет этой иконки из трех полосок на какой-то другой. Давайте я сделаю белый. Давайте посмотрим. Вот видите, она красная. Эти три полосочки, да? Кнопочка. Кликаю и смотрите, она стала белая. Это видно. и обращаю внимание, шторка опускает ведь оранжевая. То есть теперь вы понимаете какой цвет за что отвечает. Симпатичное очень, на мой взгляд, меню. В принципе, вот и все настройки данного меню. Надеюсь, этот урок вам был полезен. На этом здесь все и увидимся с вами в следующем уроке. О, 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 К. Субтитры сделал DimaTorzok